Архивы скрыли правду, кого и за что лишают святости в православии. 12 октября, Реа Новости, Никита Бизин. Православную вспоминаю день рождения князя Дмитрия Донского. Несмотря на известность, его пророставили в лике святых лишь в конце XX века. Верующих смущали некоторые эпизоды биографии правителя. Более того, из-за подобных спорных моментов могут даже деканонизировать. А в одном из самых необычных явлений в церкви мы теряли Реа Новости, ждали веками. Дмитрия Донского на Руси почитают практически с момента смерти. Все же его признали творцом победы в Куликовской битве, хотя официально не существовало ни икон, ни молитв ему посвященных. Это странно. Нельзя сказать, что у церкви не было оснований для колонизации князя. Оказывается, дело неоднозначной церковной политики, которую он проводил. Так, в 1378 году митрополитом киевским должен был стать Киприан, утвержденный на должность Константинополя. Но у Дмитрия Донского был собственный кандидат. Поэтому по прибытию в Москву ставленника Византии арестовали. А спустя пару месяцев выдворили за пределы княжества. Спустя 600 лет, значимого для русской истории правителя, все же причислили к лику святых. На основании больших заслуг перед Церковью и народом Божиим. Церковь поставила точку в многовековом споре на поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году, когда вместе с Донским в святцы включили еще несколько имен. Например, иконописца Андрея Рублева и блаженную Ксению Петербургскую. Однако в церковной истории известны случаи не только массовой канонизации христиан, но и отчисления из лико святых. В 1677 году царь Федор Алексеевич собирался в Кашин, чтобы поклониться мощам княгини Анны, жившей в XIV веке. Но вместо царского кортежа туда по личному распоряжению патриарха Иоакима срочно отправилась специальная комиссия, которая предстояло повторно изучить реликвию, и вот по какой причине. За 20 лет до событий собор РПЦ предал анафемии противников реформ патриарха Никона, старобрядцев. Ожесточенная полемика о том, чья вера истина не утихала, в ход шли самые разные аргументы. Состояние мощей Анны Кашинской старобрядцы использовали как доказательство истинности своей веры. В 1649 году обнаружили, что правая рука ее лежит на груди, сагбенно-яко-благословящая, то есть с двоеперстным древним персосложением. Объясняет член Синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых протерей Владислав Цыпин. У старобрядцев оказался весомый козырь, ведь мощи святой были открыты для всеобщего обозрения, а значит каждый желающий мог подойти и взглянуть на ее десницу, правую руку. Оставлять раскольникам столь мощный аргумент было нельзя, и патриарша комиссия об этом позаботилась. Прибыв Кашин, посланники Иоакима тут же обнаружили несогласие с протоколами о канонизации святой, составленными в 1649 году. Повторный осмотр показал, что правая рука в заветии погнулася, а длань и персты прямо, они благословляющие. Правда, сохранилась любопытная подробность. Комиссия 1677 года якобы исправила персты сложения, вывернув пальцы правильным образом. Так или иначе, но в этом же году на церковном соборе в Москве произошло неслыханное. Имя Анны Кашинской вычеркнули из святцев. Иконы уничтожили, ее храмы переименовали, мощи закопали в землю, а могилу замуровали так, что не осталось следов. Два с лишним столетия благоверная Анна была вне церковного поминовения. Только в начале XX века ее канонизировали повторно, после того, как в России официально объявили веротерпимость. Массовая деканонизация. Случай с Кашинской необычный, но не единственный. Уже в наши дни статуса святого лишились сразу три десятка человек. Летом 2012-го из Веденского монастыря в Иваново увезли мощи Василия Кенишемского. Епископа перечислили к лику святых в августе 2000-го года в ряду новомучеников и исповедников российских, тех, кто пострадал за веру в годы советской власти. Куда перемещают мощи, не сказали. Известно только то, что делали это по распоряжению патриарха. Впрочем, белых пятен стало еще больше, когда в церковном календаре на 2013-й год не оказалось имени святителя. Решения о его деканонизации не было. Но и в святцах он не значился. Закономерно возник вопрос, «Епископ святой или уже нет?» Судьбу Василия Кенишемского разделили другие 35 новомучеников. Их имена также исчезли из церковного календаря. Возможно ли, что это была массовая деканонизация? Не включение имен некоторых святых в календарь вовсе не деканонизация. Речь идет о том, что дополнительно стали доступны некоторые документы, из-за чего возникли определенные вопросы. Нужно исследовать новые сведения, выяснить, соответствуют ли они действительности. Пока проверку не провели, имена решили не включать в календарь. Объясняет Протерей Владислав Цыпин. По его словам, процесс может занять не один год. Осложняет задачу, как ни странно, светский закон о защите персональных данных. Исследователи жалуются, что он закрывает доступ к архивным делам, где фигурируют новомученики. Другая трудность. Репрессированных начали канонизировать с 1989 года, когда РПЦ еще не выработало четких критерий причисления к кого-либо глику святых, а ключевым считали то, что человек во время следствия не должен был никого оговорить. Эту меру приняли в 2011 году, когда в списке святых новомучеников значилось более тысячи имен. Проверить каждого практически невозможно. Не вся информация доступна, поэтому в РПЦ время исключили из святцев 36 имен. если говорить о мощах тех святых, кого не включили в календарь, они останутся мощами, никуда не денутся. Можно ли будет служить перед ними молебны, зависит от решения священначалия, точнее, отец Владислав. Святости не лишить. Несмотря на эти прецеденты, официально понятия деканонизации не существует. Процедура канонизации прописана, говорит Протерей, и решение о ней принимает только церковный собор. Обратный же механизм даже не предусмотрен канонами. Служба канонизации около тысячи великомучеников, пострадавших за веру в 20 веке и причисленных архиерейским собором РПЦ к лику святых в храме Христа Спасителя. Фото. Но такое бывало в синодальный период. Речь тогда шла не о лишении статуса святого, а о прекращении почитания. Необходимо в первую очередь учитывать исторический контекст, как в той же истории Анны Кашинской, подчеркивает священник, все-таки ее мущи перезахоронили во время церковного раскола. Поэтому подобные случаи, по словам богослова, в церкви считают исключением из правил. тесно- в церкви